Да, давайте просто сейчас вообще дам слово. У нас есть еще список, так называемый, который так называют в кавычках, список рай. Вот у нас Татьяна Даник. Сейчас про телеканал речь зашла. И вы журналист. И вот эта вот фраза, и вот про российское сайт, не про российский список такой. Вы в списке. Мы можем все что угодно рассуждать, но вот вы в списке. Ну, в списке можно ставить, как угодно, с иронией, но именно после того, в принципе, мы все, будь-якие люди, которые в публичной сфере, были всегда, в принципе, потенциальными целями для таких ситуаций, которые стали с нашим коллегой Павлом Шереметом два года назад. И, в принципе, никто не мог все почувствовать в безопасности после этого случая. После того уже там погибли СБУшники, контрразведчики и так далее за подобных ситуаций. Но после публикации этого списка эта загроза, которая была гипотетичной, она, конечно, стала значительно менее гипотетичной, значительно более реальной. Но, с моей точки зрения, это не совсем этичный момент. С другой стороны, Светлана права, что она говорит, что влада подгревала интерес к этому списку. Она ввела медийное понятие, список Бабченко. Она сделала встреч с журналистами так, чтобы она стала очень публичной. Очевидно, они из оперативной разработки, как сказал Василь Вовк, витиснули максимум пиару, который они могли перед выборами витиснуть. И забили шах и мат сами себе, гол у собственные ворота, с этой ситуацией, перетворивши ее в цирк. То есть, реальная ситуация, они проверили, что есть загроза Бабченко. Загроза, виявилось, есть. Есть люди, которые готовы платить за то, чтобы Бабченко убить. Это была реальная ситуация. Больше того, они проверили, что есть люди, которые хотят платить за убивство других людей, в принципе, байдуже кого. То есть, не врагов Кремля, не тех, кого боятся, не тех, кто там как-то висловливается, не для того, чтобы закрыть свободу слова, закрыть кому-то рот. Просто вот есть люди, которые, убивство которых, вызвало певный резонанс, выгодный, там, в той стороне. СБУ это проверила, но это не действительно материалом криминальной дела и не той историей, которую дальше можно крутить. И когда начали с ней вытискать этот пиар-максимум для выборов, для каких-то политических карьеров, она начала перетворяться на цирк, конечно. И теперь в этом цирке все мы выглядим очень удивительно. И все мы опинились под определенной загрозой. Потому что реально есть масса идиотов, масса каких-то хворых на голову, которые могут просто начать работать по этому списку. Можливо, не вбивать. Мы не знаем, что в принципе есть в головах людей. И вот в этой ситуации я не понимаю, как влада будет из нее выходить. Потому что довести до конца эту справу, действительно, и Инна Германевна, я не совсем погоджуюсь, но довести до конца эту справу, очевидно, в правовом поле будет очень важко. Ну и плюс мы получили дивный резонанс, недоверу всей святовой спільноты до нас, как до державы. И, ну, честно, это абсурд. И вот что дальше, взагаля не зрозумела. Хорошо, Татяна, ну все-таки... А, до речи, я еще хотела додати. Василь Вок стверждает, что у нас не было инсценуваний вбивств. Правильно я вас понимаю? У нас было 32 инсценувания, в том числе и деяких публичных людей. Серед них есть народный депутат, который на начале 2000-х так же инсценировал его вбивство. Я не буду называть его прозвищем, не знаю, что я маю право. Если вы говорите про факт, называйте прозвищем. Ну, я не знаю, что я маю таке право называть прозвищем. Ну, вы скажете, что есть такие факты, и все пришли. 32 инсценувания. Это было 32 инсценувания. Татяна, у меня такой вопрос. Хорошо, да. Вот это вот приглашение в СБУ сразу 17 журналистов, или там 47. Сразу перед СБУ 4 камеры, которые работали. Журналистам. 17 журналистам, разным медиа. Сказать о том, что вы в списке, одновременно в общем зале, это разве, для чего было сделано? Вот ваше мнение. Я считаю, что именно для того, чтобы этот список всплыл в медиа, для того, чтобы все начали гадать, а кто еще. То есть это инсценировка? Это инсценировка, да? Еще одна такая инсценировка, но уже такая. Нет, я думаю, что это не инсценировка. Я думаю, что просто доказать, что мы сейчас возьмем под защиту всех журналистов, которые являются потенциальными целями убийц из Кремля. И мы вот сейчас, и эти журналисты тоже чувствуют себя в одной лодке с властью, потому что мы тоже с вами, мы тоже жертвы можем быть. Тем более мы знаем, что целями потенциальными по вот этим договоренностям, из материалов прослушек и так далее, там были не только журналисты, но и политики, родственники политиков и так далее. Да, да, вообще никто не знает. Много-много-много людей, чьи убийства могли вызвать желаемый резонанс в обществе. И желаемая вот эта вот история, Украина failed state, в Украине небезопасно журналистам, небезопасно русским, которые бежали в Украину. Поэтому, конечно, пригласив такое огромное количество журналистов, генпрокурор точно, ну, возможно, Князев, возможно, Грицак могли не понимать, с чем все закончится. Они не политики по своему мышлению, но генпрокурор Луценко, генпрокурор Луценко, конечно же, политик. Конечно же, он осознавал, что вот такое мероприятие вызовет огромный резонанс, что все будут об этом говорить, что все будут знать этот список журналистов на следующий день. Ну, и, в общем-то, что всем этим людям после этого действительно будет угрожать какая-то опасность. Все-таки хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.